Всем привет! Я Мабзуна. Добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я приготовила корейские крученые пончики. Квебоги. Выглядят они вот так. А как я их приготовила, вы сейчас увидите. Теперь начинаем замешивать тесто для пончиков. В миску отправляем растопленное сливочное масло. Туда же отправляем теплое молоко. Туда же отправляем соль, сахар, дрожжи, яйцо. Все хорошенько перемешаем до растворения сахара. 5 минут прошли. Добавляем муку и замешиваем мягкое эластичное тесто. Смотрите, какой красивый колобочек у меня получился. А теперь накрываю его полиэтиленом, полотенцем и отправляю в теплое место на 40 минут для того, чтобы оно поднялось. Прошло 40 минут. Давайте посмотрим, в каком состоянии наше тесто. О, оно поднялось и стало в два раза больше. Похоже на воздушный шарик. Сейчас я его обомну, а потом опять оставлю на 40 минут. А вот и сдулся шарик. А теперь закрываем. Опять полиэтиленом, полотенцем и убираем на 40 минут в теплое место. Наше тесто подошло. Теперь будем формировать пончики. Делим наше тесто на несколько частей. Постараемся, чтобы куски теста все были одинаковыми. Делаю из кусочков теста шарики. Накрываю тесто полиэтиленом, чтобы оно не вылетрилось. Начинаю формировать сами пончики. Сначала надо вот так вот катать тесто. превратить его в тонкую палочку. Припыляем немного стол мукой. Стараемся, чтобы наша веревочка была одинаковой длины. Продолжаем формировать пончики. Стараемся, чтобы по центру наша косичка была не толстой, а то будет некрасиво. Добромерно раскатываем. Останем ее. Можете пастить тесто, но кем-то. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Потому что на большом огне наши пончики снаружи будут темными, а внутри не прожаренными. Итак, давайте уже будем жарить наши пончики. Вот первая косичка. Вторая. Переворачиваем наши пончики. 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 Переворачиваем наши пончики.